В проекте Future Real Estate Century 21 Словении и портала Прианру мы не раз повторяли, зарабатывать на коммерческом объекте можно не только в крупных городах. Даже поселок, где проживает 5000 человек, может быть интересен солидному арендатору, а инвестору может быть интересно старое и даже заброшенное здание, если его можно реновировать под нужды ритейлера. Пример такого объекта мы нашли в городе Кочевье. Кочевье Кочевье – город и одноименный муниципалитет, находятся на юге Словении в часе езды от Любляны. Население города около 9 тысяч человек, во всем муниципалитете проживает около 20 тысяч. Кочевье – старый город с интересной историей, но если вы инвестируете в коммерческую недвижимость, скорее следует обратить внимание не на центр, а на его окраину, хотя они в данном случае очень близки. Вот на это место – главная торговая зона на основной трассе, ведущей из Любляны. Арендаторы здесь – крупнейшие ритейлеры даже не Словении, а всей Европы. Рядышком находится Лидл, Хофер, Спар. Компании-арендаторы, с которыми мы работаем, обычно хотят определенную локацию. Это места, где есть транспортный поток, где живут люди и где уже работают другие ритейлеры. Первый раз, когда мы приехали сюда еще в 2017 году, рядом с действующими супермаркетами стояли два полуразрушенных помещения. Оба пустовали долгое время, и о расширении речь тут не шла. Необходима была масштабная перестройка, поскольку построить что-то именно с нуля в этой точке было сложнее и дороже. В некоторых местах невозможно новое строительство, поэтому по существу все зависит от каждого случая. Надо понять, какой вариант наиболее рационален и какой проект вообще можно осуществить. В любом случае, перед началом реконструкции необходимо понимать, кто будет арендатором на обновленном объекте. И не просто понимать, а иметь подписанный договор аренды. И не просто договор, а договор многолетний. В Качевье в первом здании арендатором стал непродовольственный ритейлер Тедди. Во втором компания Пепко – сеть магазинов текстилей и товаров для дома. Арендные договора были заключены до реконструкции на 10,8 лет соответственно. Вообще, у решения о масштабной реконструкции может быть много причин. Невозможность нового строительства, финансовая выгода, а еще простота бюрократических процедур. Безусловно, в Словении еще много земель под застройку, но процедуры согласования в этом случае длиннее, чем при реконструкции отдельного объекта. Особенно интересный вариант, подчеркивает эксперт, реновация существующих объектов, которые изначально не были предназначены для торговли. В этом случае документы также можно подготовить быстрее, и арендные отношения могут начаться в течение полугода после начала работ. Итак, вот как выглядят новые магазины в Качевье после реконструкции. Оба проекта в течение двух лет генерируют арендный поток 6-7% годовых соответственно. Собственник, понятно, не спешит с ними расставаться. Главное, что нужно для начала подобной схемы – отыскать объект под реновацию, чтобы место и технические характеристики здания удовлетворяли потенциального арендатора. Таких вариантов в Словении немного, но иногда у них просто не бывает альтернативы.